Само название фестиваля, мы помним ваши имена, имеет огромный смысл. Это ображает собой не только творчество солдат Отечества, но и ту любовь и заботу, вложенную нашими мамами, отцами, нашими родителями, которые научили петь, мечтать, любить. И сегодня в нашем зале присутствуют мамы тех солдат, которых они уже не смогут никогда обнять, и мы все их называем нашими мамочками, чтобы у них была возможность обнять нас. В нашем зале присутствует Совет солдатских матерей Российской Федерации, Макарева Надежда Александровна, пожалуйста. Мы всегда рады вас видеть, как наши родители относимся к вам с огромным уважением. Вы прекрасно знаете, что если нужна будет какая-то помощь от нас, мы всегда придем на эту помощь, как ваши сыновья, то уже порой даже и, наверное, и внуки. Поэтому еще раз аплодисменты нашим золотым мамам. Надежда Александровна Макарева, очень хочется услышать ваши слова и обращения ко всем, кто пришел сегодня на фестиваль. Добрый друг фестиваля, добрый друг всех наших боевых друзей, Надежда Александровна Макарева. Дорогие друзья, на самом деле, мы в фестивале бываем каждое время. Спасибо за с вами. И так вот, как наши ребята сейчас, мы дружим, дружим, все очень себя дружим, любим друг друга. И если бы не было ребят, еще неизвестно вообще-то, были бы мы жили или нет. Мы не возносимся, как с вами дети. Вот на серии, мне показали, что непотребление. Я ему как раз в нашей организации, вручаю орден, от Российского союза ветеринарного Афганистана, будет за заслуги. И это буквально было незадолго до его смерти. И вообще, у нас с ребятами из этой группы, музыкальный Александр, почему мы ездили? Мы ездили в детские дома, мы ездили в дома трудно воспитываемых детей. Вот здесь такая команда, это и Сережка, ну мы их так называем, как с вами, ребят. Сережка, столик там, ласковый, ну, правильно, когда нужно. А если же он на них пожалуется, то мы их, ну, как положено, Костик вот, наш подруга постоянно его, всегда сопровождает. Ну, что хочется пожелать нашим ребятам, конечно, удовольствие. И поблагодарю их за того, что он в форму наших сыновей. Для нас так важно. Конечно, нам тяжело, особенно, когда вот такие минуты, это время, минуты молчания. Много у нас, ну, не у всех есть. К сожалению, особенно вот с этой мамочки сегодня пришли, которых единственный сыновей, он гибкий. Конечно, много, ничего не может. Это так тяжело. И еще тяжелее того, что государство не очень договорится о своих войне, война защитных по обечеству. Хотелось бы, чтобы оно уделяло больше внимания. И благодаря ребятам, наверное, Павловичу, мы даже здесь спасаемся, мы, по крайней мере, хоть как-то морально нас поддерживаем. Всем желаю здоровья и мира, и чтобы, наконец-то, закончились все войны. Ну, вот, как мы видим, что война еще как-то больше неспокойно отбывается, пока существует злоба, ненависть. Словный список матерей будет пополняться. То есть все больше будет становиться до них, как война. А мы желаем мира, мира на всей земле и воли для вас. Всем здоровья, счастья, в пользу и случаю поздравляю вас с побоящим Новым годом. Следующий год в Сапосте, он будет хороший, вы сможете, вот этот был год очень тяжелый. Он уже все проходит, потерпите две недели, а в Сапосте всем на третьем. Рад, до свидания, я вам буду рад. Продолжение следует...